Добрый день! Поступил вопрос, на сей раз не о проблемах данного конкретного человека, а теоретический. Насколько точно, по вашему мнению, Антон Чигур похож на реального человека с психопатическим расстройством? Или может у него другой диагноз, или он вообще здоров? Если можно, расскажите, как вы с точки зрения психиатра оцениваете его личность в целом? Ну, по поводу того, кто такой Антон Чигур, это антигерой из фильма «Старикам тут не место». И понятно, что мы можем рассматривать весьма теоретически этот образ, поскольку это не живой человек, а это роль, это именно персонаж. Я бы был крайне осторожен в плане постановки каких-то диагнозов или каких-то оценок по отношению к художественным героям. И антигероям тоже. Но если говорить конкретно про этот фильм, про вот этого Антона Чигура, что он из себя представляет? Это такой человек, который безэмоционально достаточно холодно, абсолютно без гнева, ярости, негодования, или наоборот, садистского наслаждения. Он просто ходит и убивает всех подряд. Ну, он делает это не совсем уж так спонтанно и без какой бы то ни было, без какой бы то ни было системы. Да, у него есть определенная цель, у него есть определенный алгоритм действия. Это отличает его от чистого маньяка, который действует компульсивно, который убивает в силу того, что он чувствует непреодолимое желание, непреодолимую потребность влечения к этому убийству, к получению этого ощущения, наслаждения, экстаза, либо там удовлетворения той или иной компульсии, не суть. Но здесь ничего подобного нет. То есть, Антон Чигур ходит со своим газовым баллоном и убивает всех подряд. Такое ощущение не испытывая вообще никаких особых переживаний. И да, это действительно очень похоже, очень похоже на расстройство личности. То есть, если мы говорим о расстройстве личности, напомню, мы говорим о человеке, о личности, которая имеет патологически измененный характер. Как правило, этот патологически измененный характер всегда в 100% практически случаев приводит к серьезнейшей социальной дезадаптации. То есть, человек не может вписаться в систему, ну, в нормальную, по крайней мере, систему. В случае какой-то патологической системы, к сожалению, актуально на сегодняшний день, допустим, войны. Такой человек, как Антон Чигур, в мирное время являющийся психопатом, убийцей, которому, естественно, место, ну, либо в тюрьме, либо в сумасшедшем доме, наоборот, может оказаться очень ценным военнослужащим. И у американцев, по-моему, даже было исследование, что наличие психопата в воинском подразделении повышает его эффективность в разы и повышает вероятность сохранения жизни других членов воинского коллектива. То есть, опять-таки, речь идет о том, что психопат, он психопат в мирной жизни, но при определенных условиях его болезненные патологические навыки и склонности могут быть использованы. Именно в патологической обстановке, безусловно. И вот, судя по тому, что мы видим в фильме, да, действительно, Антон Чигур – это классический психопат. То есть, для него человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Он не получает удовольствия от убийств, но и какого-то выбора, там, отнять машину просто или отнять машину и убить, человек у него тоже не стоит. В общем-то, для него это привычное дело, и он это делает. Какая разница, там, люди, бревна, полена, все равно. Второй вопрос. Почему в обществе наблюдается некая, некоторая симпатия к нему? В частности, есть группа в социальных сетях, продается мерч. Это свидетельство болезни общества или нормальное поведение людей. Ну, скорее всего, в значительной части это нормальное поведение людей. Просто такие вот персонажи, как Антон Чигур, они как бы взламывают систему. Человеку свойственно хотеть чего-то больше того, что он имеет. Человеку свойственно стремление куда-то ввысь, вперед и так далее. Но это требует усилий. Это требует усилий, колоссальных усилий. Зачастую ничем не заканчивается. То есть, ты много-много работаешь, много-много трудишься, много-много стараешься, в результате не получаешь ничего. Собственно говоря, классический пример это спорт. То есть, сотни и десятки тысяч, миллионы людей начинают заниматься спортом, пытаются заниматься профессионально, но олимпийскими чемпионами становятся единицы. Поэтому вот так вот вознестись над всеми, осуществить порыв, вырваться путем труда, путем своих собственных усилий достаточно тяжело. А здесь как бы человек не делает ничего такого сверхъестественного, просто он убивает всех подряд. Но как бы вот он вершитель судеб, он это может. По-моему, в фильме «Паранойя» маньяк говорит «Просто потому, что могу». И здесь та же самая ситуация. «Просто потому, что могу». Ну и каким-то боком прислониться к этому «Просто потому, что могу». Человек, используя вот такую мерч и так далее, да, он выражает как бы свой протест против системы, он выражает свое желание не стоять в ряду, а быть выше, но в то же время демонстрирует то, что, к сожалению, ничего кроме как выйти, пойти по пути-то не выйти, а пойти скорее по пути как бы признания такого исключительно негативного образа своим кумиром у него, наверное, не очень получается. Но как протест, почему бы и нет. При всем при этом, безусловно, надо понимать, что, конечно, это ярко-отрицательный образ, и для человека с неустойчивой психикой, для человека с несформировавшейся психикой, для подростка это вполне может быть примером для подражания. То есть, опять же, подростку тоже хочется быть не таким, как эти занудные взрослые, не учиться этим предметам в школе, тупо ходить в нее, а хочется, чтобы о нем говорили, чтобы его узнавали, чтобы все восхищались, ну или ненавидели, но главное, чтобы быть не как все. Это нормальное желание. И здесь как бы дается очень нехорошая подсказка, как это можно сделать. Иди убивай всех подряд направо и налево. Я тебе буду говорить, не очень долго, потом ты изгниешь в тюрьме, но как бы, если у человека уж очень сильно свербит, и у него совсем нет других вариантов развиваться, то он может пойти по такому пути. То есть, вот такие вот социальные группы, они, в общем-то, вполне могли бы мониториться на предмет наличия там людей с психоэмоциональными расстройствами, которые могут не ограничиться своей декларацией, непринятия, неприятия системы, а попробовать стать такими же знаменитыми, такими же ужасными, как, допустим, Антон Чего. Так что вот такая вот ситуация. Конечно, ни в коей мере нельзя говорить о том, что, безусловно, талантливый, безусловно, захватывающий, можно сказать, фильм надо запрещать, надо ограничивать. Это у нас, к сожалению, очень любят. Это скорее просто приведет к вытеснению из видимого спектра тех людей, которые все равно имеют эти тенденции, и они будут реализовываться где-то в тишине и сзади, вне внимания общества, и это скорее будет опасно. Поэтому, наоборот, я думаю, что наличие такой информации, наличие таких героев и возможность наблюдать за теми, кто является их совсем преданными фанатами, может быть полезно в психодиагностике. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нт и на нашем канале на портале youtube.com. Если информация была вам полезной, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok